В Дагестане очень много поэм, очень много сказаний, восьмистейшие, четверостищие, надписи, очень много надписей на воротах, на кинжале, на надгробиях, надписи своим друзьям и так далее, очень много. Но я не понаслышке знаком с творчеством Расула Гамзатова, поэтому не скажу, что отлично так знаю его, но он мне как-то близок. Я не хочу сказать полностью всё, он близок мне по некоторым стихотворениям, которые я тут подобрал, и вам прочитаю эти стихотворения. Ну, я вам как-то тоже говорю, повторюсь, что Расул Гамзатов считал, что у него всего только две темы. Это тема Родины и тема человека. Он сказал, что я, как гражданин своей страны, должен выставить своё отношение ко всему, что происходит вокруг. А как человек, я должен выразить своё отношение к человеку. Я выражаю это отношение к женщине. Вот как он выразил своё отношение к женщине в поэме «Горянка». Пою тебя сердцем влюблённым, и пусть твой задумчивый взор На счастье моё просветлённым становится женщина гор. Я, конечно, могу вам перечислить, какие у него поэмы, какие сказания. Но я думаю, вы и сами знакомы с творчеством, я не буду вас в этом отвлекать. Но у него не только песни «Журавли». У него много песен. Я знаю несколько, но я могу, раз песня прозвучала, я могу вам сказать, какие я знаю его песни. «Берегите друзей» песня. «Сегодня снова снежный день», «Колыбельная», «Боюсь», «Песня счастья», «Любовь». Вот эти вот песни я знаю. Ну, может быть, у него ещё больше есть песен. Я, конечно, эти песни, которые я вам прочитал, я даже слышал в исполнении, так же, как вот по телевидению и по радио. Но если хотите знать, какие у него поэмы, вот я бы перечислил. «Горянка» я уже сказал. Написанная была в 1958 году. «Берегите матерей», «Зарема», «У горах мое сердце», «Звезда Дагестана», «Родина горца», «Код моего рождения» и так далее. Это поэмы. «Сказания», «Горький мед», «Возвращение хожем у брата», «Лестница», «Баш на баш», «Дагестанский петух» и так далее. У него очень много, так называемых, восьмистишей и четверостишей. Вот я вас хочу познакомить с несколькими восьмистишиями, которые я подобрал, которые мне как-то по духу близки. Понимаете? Вот поэтому я вам хочу их прочитать. Послушайте. «Я в окна сижу дождливым днем, за стенами туман, на стеклах капли. Дождь льет и льет, а мы-то все дождем. Вдали хребты, вдали дворцы и сапли. Невидимо за сеткой густой, не то, что далеко, не то, что ближе. Льет дождь, и кроме жизни прожитой, закрыл глаза. Я ничего не вижу. Переводчик хороший.